Дорогие друзья, добрый день, салам алейкум. Сейчас очень многие говорят о том, какова настоящая роль России в этих трагических событиях в Казахстане. Инициированы ли были, подготовлены были Москвой эти события или нет? Почему Москва успела так быстро отреагировать на протесты и фактически инициировать ввод войск ОДКБ под фактическим руководством Москвы в Казахстан? Что приобретает Россия и что она теряет данным шагом? Насколько я понимаю, из многочисленных разрозненных сообщений и сведений для Москвы события в Казахстане тоже оказались неожиданностью. То есть такой резкий обвал силовых структур, такой обвал элиты, обвал государственности был слабо прогнозируем. Но тем не менее, соответствующие службы в России, я думаю, на Западе, серьезные аналитики, они уже фиксировали разложение казахстанской вертикали. Разложение из-за коррупции, разложение из-за клановости, разложение из-за кумовства, из-за того, что на все ключевые посты уже были рассажены родственники, представители большого семейства Назарбаевых. И там они занимались в первую очередь не защитой и продвижением национальных интересов государства, а занимались отстаиванием своих личностных коммерческих интересов. Поскольку очень много есть свидетельств тому, что ключевые решения, которые влияли на судьбу государства в последние годы, принимались исходя из личных выгод того или иного представителя семейства Назарбаевых. И вот это вот последнее повышение цены на газ тоже было продиктовано негосударственными интересами. Последствия этого решения не были просчитаны. Оно принималось исходя из интересов одного из представителей семьи Назарбаевых для того, чтобы начать больше зарабатывать. И вот это вот резкое повышение цены на газ, которое еще очень резко было подогрето заявлением одного из каких-то советников какого-то казахстанского министерства о том, что ничего, мол, перебьетесь. У кого-то цена оказалась слишком высокой для него на газ, так ездите на общественном транспорте. Вот такое пренебрежительное, уничижительное отношение к народу, естественно, взорвало. Взорвало жителей Казахстана. И этот взрыв оказался неожиданным для самой Москвы. Почему же тогда Москва успела так быстро отреагировать? Да потому что Москва при всей неэффективности многих ведомств, многих отраслей, в том числе и аналитиков российских, которые только и занимаются тем, что они подпевают многим кремлевским решениям, но не способны представить никакую аналитику. Россия, несмотря на все это, уже натренирована оказалась на событиях в Украине. Сколько лет Москву держит в тонусе сам Донбасс? Сколько лет Москву держали в тонусе фактические боевые действия вблизи от ее границ? Сколько лет уже американцы держат и англичане держат Москву в тонусе относительно возможного вторжения, относительно возможного начала боевых действий фактически на границах Российской Федерации? И хочешь не хочешь, ФСБ, Минобороны, другие силовые ведомства, они уже находились в таком состоянии повышенного тонуса. Потом взять, к примеру, события в Беларуси, где фактически Путину пришлось спасать режим Лукашенко от митингующих, от протестующих белорусов. И мобилизация силового аппарата, мобилизация мгновенных быстрых реакций со стороны Кремля, она уже оказалась натренированной к тому моменту, когда случились события в Казахстане. Да, еще нужно вспомнить события вокруг Карабаха, когда неожиданно, стремительно Азербайджан начал боевые действия. Против армянских сил для того, чтобы отбить 20% своей оккупированной территории. Я думаю, что начало войны, на самом деле, отчасти оказалось неожиданным, в том числе и для Москвы. Почему? Потому что эти периодические вспышки, стычки на границах линии соприкосновения происходили постоянно. И тут вдруг очередная вспышка разворачивается в полномасштабное наступление, которое, я так понимаю, Баку и Анкара готовили долгие годы. И, несмотря на то, что Москва в первые дни войны в Карабахе не вмешивалась, вход событий явно открыто. Тем не менее, на финальной стадии, когда уже была взята Шуша по договоренности, насколько я понимаю, в обмен на то, что не будет взят Степанакерт, на то, что Карабах, именно армянская часть сегодняшнего Карабаха, где плотно проживают сами армяне, в отличие от других семи районов оккупированных, где они не смогли заселить. Я думаю, вот в финальной части этой военной операции Москва уже была предельно мобилизована для того, чтобы открыто войти в этот конфликт и остановить наступление азербайджанской армии и ввести миротворческий контингент в Карабах. Так вот, уже после этих трех серьезных вызовов Москва была в повышенном тонусе. И вот на игре нервов, которая происходила до Нового года, и нагнеталась истерия вокруг того, когда начнется война между Украиной и Россией, январь, февраль, многие даже в кремлевских коридорах, там где-то в администрации президента гадали. И тут вдруг начинается обвал силовой вертикали, управленческой вертикали в Казахстане, массовые протесты, мобилизованная предельно путинская вертикаль силовая. Тут же пружиной разворачивается, как стрекательная клетка разворачивается в сторону Казахстана и быстро, мгновенно принимается решение об инициировании ввода сил ОДКБ в Казахстан. Что приобретает Россия? Понятно, что Туркаев, тем самым обратившись к Путину и к ОДКБ, гарантировал собственную безопасность от возможного заговора силовиков, казахстанских силовиков, желающих перехватить управление страной. Такие версии озвучиваются. На сегодняшний момент, конечно, доказательств тому мы предъявить не можем. Они будут, скорее всего, обнародованы или доступны позже. И в этот момент, когда восстал простой народ, как это случилось во время арабской весны, когда у этого народа не оказалось лидеров протеста, когда он не знал, куда идти, что дальше делать, как дальше должны разворачиваться политические требования и политические действия со стороны восставшего народа, произошло то, что произошло с арабской весной. То есть эту энергию протеста начали перехватывать те, кто уже к этому был приучен. То есть быстро схватывать власть в момент, когда она приближается, прямо вот падает в твои руки. Так вот, возможный заговор казахстанских генералов угрожал личной власти и безопасности самого Токаева. И он вынужден был обратиться к России, чем быстро, мгновенно воспользовался Владимир Путин, который очень любит юридические обоснования легитимности действий Кремля. Даже вот ввод войск в Сирию со стороны России был обоснован тем, что сам Башар Асад обратился к России, тем самым дал легитимное право Путину на ввод войск в Сирию. То есть для Владимира Путина подобные юридические тонкости, они значат очень много. И тут Токаев обращается к ОДКБ с просьбой ввести войска и обезопасить саму официальную легитимную власть в Казахстане и обезопасить население, как он обосновал, от начавшихся погромов. Владимир Путин стремительно вводит, инициирует ввод сил ОДКБ в Казахстан и фактически берет Казахстан под свой протекторат. Что получает Владимир Путин? Что получает Москва, Кремль и Россия? Мы помним, как долго на протяжении нескольких лет шла игра на нервах между Турцией и Россией, между Эрдоганом и Путиным, между проектом объединения, интеграции, сплочения тюркского мира под эгидой такого общего политического пространства под названием Туран. Эта вся конструкция диким образом нервировала российскую элиту, которая понимала, что с уходом тюркских стран Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана под тюркский проект Москва теряет стратегические позиции в Средней Азии. Что фактически силы НАТО в лице Турции получают доступ, уже получили сейчас фактически в Азербайджане к Каспию и могли получить выход на Каспий с другой стороны, со стороны Казахстана. Для Путина стремительный марш-бросок сил ОДКБ, а я напомню, что это одна из немногих, по-моему, наверное, самая заметная совместная операция ОДКБ, причем не против внешнего врага, а против протестующих жителей одной из стран ОДКБ. И для Путина введение сил ОДКБ в Казахстан означает перехват инициативы у Эрдогана и перехват инициативы у проекта интеграции, консолидации тюркского мира. То есть выхода Анкары полновластным партнером, старшим братом и ведущим игроком в Среднюю и Центральную Азию. И, как пишут многие аналитики, вхождение сил ОДКБ в Казахстан и фактически перевод Казахстана под протекторат Кремля – это проект в сотни раз более значимый, чем возвращение Крыма в состав России. Потому что тем самым Москва забирает под себя одну из крупнейших стран мусульманского мира, самую крупную страну тюркского мира. И самое главное – она через Казахстан забирает все оставшиеся страны Средней Азии под еще более жесткий контроль. Им уже больше некуда деваться. Сегодня Владимир Путин становится единственным гарантом сохранения во власти Лукашенко, сохранения во власти Пашиняна, сохранения во власти Рахмона в Таджикистане, сохранения во власти туркменского президента, отчасти даже кыргызского. И на сегодняшний день уже предельно очевидно, что единственный, кто является гарантом сохранения во власти Токаева – это Владимир Путин. Так оно сложилось. Неожиданным образом для самого Кремля вместо обострения на украинском направлении случилось падение Казахстана в руки российской элиты. И таким образом Путин замыкает магистраль от Китая до Европейского Союза. Великий шелковый путь весь находится в руках Владимира Путина. От границы с Китаем, от Кыргызстана, от Казахстана, от Таджикистана, практически весь путь через страны Центральной и Средней Азии, через саму Россию, через Беларусь в обход Украины, которая сегодня находится под плотным контролем американских и британских структур, Владимир Путин выводит шелковый путь под полным своим контролем на Европейский Союз. Сегодня он становится безальтернативной фигурой для диалога со стороны Старой Европы, которая не имеет никаких сил для противостояния предельно мобилизующейся в военном плане России, получившей боевой опыт в Сирии, боевой опыт на многих других театрах военных действий. И таким образом мы сегодня получаем, мы видим, что идет очень негативная, раздраженная, нервная реакция на то, что случилось со стороны Анкары и со стороны Баку. Понятно, что для Ильхама Алиева Нурсултан Назарбаев был соратником его отца, был старшим наставником, человеком, на которого ориентировался сам Ильхам Алиев, человеком, который управлял страной, тюркской страной, богатой нефтью и газом, который для Азербайджана становился тоже мощным партнером и площадкой даже для реализации каких-то своих экономических, инвестиционных, стратегических амбиций. Азербайджан сейчас понимает, что он теряет в Казахстане прежнего такого партнера гарантированного, что потерян фактически сам Назарбаев, как старший наставник для Ильхама Алиева и друг его отца. И самое главное, сегодня единственная страна из среднеазиатских и закавказских стран, в первую очередь мусульманских стран, которая оказывается запертой со всех сторон экспансией, военной, политической экспансией России, которая стремительно вернулась в Среднюю Азию, вернула Среднюю Азию под свой протекторат, которая контролирует на сегодня самую чувствительную, болезненную зону для Азербайджана, это Карабах, которая контролирует Армению. И таким образом Москва с двух флангов сейчас со стороны Каспии и со стороны Карабаха в очень плотном кольце начинает стискивать Азербайджан. Поэтому реакция со стороны Баку, она вполне объяснима. Как дальше будут развиваться события, это самое интересное. Сможет ли Владимир Путин интегрировать всю эту Среднюю Азию в стратегический управленческий проект под руководством Москвы? Ведь в самой России управленческая вертикаль, которая пронизывает от Москвы до Камчатки и до Калининграда, не настолько эффективно. У нас регионы, многие сыпятся один за другим. У нас коррупционные дела, у нас генералов, губернаторов сажают, министров федеральных сажают за коррупцию, за хищение, за мошенничество, за махинации, за неисполнение майских указов Путина и много еще чего. Как в эту рыхлую управленческую вертикаль самой России интегрировать те страны, в которых уже фактически сложилась новая элита за последние 30 лет? Да, коррумпирована, да, неэффективна, но она сложилась как суверенная элита, очень сильно зависящая от России и сейчас попадающая в зависимость от Китая. Как это будет выстроено? На примере Крыма мы видим, что там даже вот на таком маленьком полуострове есть огромное количество провалов по многим направлениям и во многих сферах. Далее, как население этих стран, в первую очередь Казахстана, будет реагировать на фактическую сдачу части суверенитета Токаевым силам ОДКБ? Понятно, что это не оккупация, понятно, что Казахстан, естественно, сохранит свой суверенитет, но под протекторатом России. Но вот эти вот провокационные заявления Сергея Миронова, Владимира Жириновского о том, что силы ОДКБ должны остаться навсегда в Казахстане, о том, что России нужно вернуть свои северные земли Казахстана, которые они, значит, русские императоры когда-то подарили казахскому народу, как утверждается это этими политическими пропагандистами, эти все заявления делают для подрыва позиций России в Средней Азии, для подрыва позиций России в мусульманском мире, на всем постсоветском пространстве, гораздо больше, чем вся эта армия иноагентов, которых сейчас выявили российские власти и заставляют маркировать свои сообщения, что они иноагенты, там, телеканал «Дождь», «Мемориал», там, закрытый и так далее, и так далее, и многие другие, «Росбалт» даже, который принадлежит, по-моему, супруге Черкесова. Так вот, эти все заявления о том, что ОДКБ заходит в Казахстан на веки вечные, и о том, что Россия будет забирать или северные земли Казахстана, или весь Казахстан вернет на историческую родину, эти заявления делают гораздо больше для подрыва позиций России, чем вся эта армия иноагентов. Более того, они ставят под страшный удар само русское население, которое несколько миллионов продолжает проживать во всей Средней и Центральной Азии. Оно ставит под удары российских силовиков, потому что со стороны горячих голов в Казахстане, со стороны молодых парней, никто не может гарантировать, что не будет никаких эксцессов в отношении и российских сил, и сил ОДКБ. Первым делом для Москвы во время реализации такой болезненной, ювелирной, филигранной стратегической операции для Кремля нужно было закрыть рты вот этим политическим пропагандистам. Потому что это их провоцирование, ненависти, провоцирование, разжигание междунациональной розни между российским народом, русским народом, народами России и всеми народами остальной Средней Азии, оно вылезется в очень болезненные последствия последующие годы. Понятно, что когда-то конфигурация власти в России изменится. Понятно, что Владимир Путин тоже не сможет вечно находиться у власти. Понятно, что вся эта конструкция может трансформироваться, пока мы не знаем во что. Но эти отравленные отношения между народами России и народами Средней Азии, народами Закавказья, они могут выстрелить сейчас, завтра, послезавтра и в отдаленной даже перспективе. Меня это волнует гораздо больше, чем все эти политические расклады, чем изменение границ на Кавказе, отношения между народами, доверие между народами, совместная борьба народов за свои права и свободы, за достоинства, значит гораздо больше, на более дальнюю перспективу, чем сегодняшние политические расклады, договоренности, перехваты инициативы и так далее. Потому что было советское государство, и оно закончилось. Но отношения между депортированными чеченцами, ингушами и казахами, они сохранятся на долгие-долгие сотни лет. Отношения между народами Дагестана, которые были депортированы в 1936 году, включая мой род, депортированы были в Кыргызстан. Отношения сохранятся в веках. Понимаете, и для нас самое главное, что бы сегодня ни делал Кремль, что бы сегодня ни делал Токаев, что бы сегодня ни делал ОДКБ под номинальным командованием и руководством со стороны Армении, что бы ни происходило в политическом и военном плане, самое главное для всех нас, дорогие мои братья и сестры, дорогие соотечественники, некогда по единой стране, тем не менее я вас чувствую всех близкими себе по духу, родными людьми. Для нас самое главное сохранить человеческое достоинство, уважение друг к другу и не поддаваться ни в коем случае на провокации, и сохранить для наших детей и для наших внуков крепкие братские отношения, добрососедские отношения на долгие столетия вперед. И пусть захлебнутся в своей зависти все наши завистники и ненавистники. Всем добра. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Продолжение следует... Продолжение следует...